Всем привет! У микрофона Данила Добро. Вы на канале Быстро ПК. В этом видео мы разберем, что такое Windows 11 и как его установить на материнскую... Ну, как бы на компьютер, у которого материнская плата не поддерживает Windows 11 по причине прошивки, по причине отсутствия какого-то модуля TPM-шифрования и так далее. У меня будет показан способ. Я в данном случае этот способ проверял на виртуальной машине, потому что, ну, просто у меня нет подходящего компьютера, чтобы это проверить на реальном железе. Так что я попробую на виртуальной машине и все у меня получилось. Так что смотрите это видео, если вам это интересно. Но я в фоне буду просто рассказывать про Windows 11, что я читал про эту тему и что я понял из этого. Но, скажу так, Windows 11 вроде бы основана на Windows 10, но при этом замечу, что при переходе с Windows 10 с помощью помощника установки Windows 11, который можно скачать в софт-сайты Microsoft, у меня возникли некоторые, скажем так, сложности. Во-первых, обновление проходило где-то около пяти часов. И, соответственно, это следует тоже учитывать, потому что сам этот установщик не пишет, сколько потребуется времени, чтобы обновиться, сколько там эта система будет загружаться. Он вообще, в принципе, ничего не пишет. Поэтому, если вам нужно побыстрее поставить образованную систему, то ставьте из ISO образа чистый, как бы, чистую образованную систему. И большинство рекомендуют делать именно так. Особенно, если у вас компьютер новый, и Windows 10 просто мы берем, удаляем, полностью все стираем. Ну, конечно, перед этим мы переносим все важные данные. В некоторых случаях пользователи просто получали в конечном итоге кирпич, который не мог заползить операционную систему, потому что Windows 11 давал сбой при установке с помощью помощника установки Windows 11. И в итоге мы получаем нерабочий компьютер, потому что система не установилась правильно, возникли какие-то ошибки, мы не можем ничего сделать, и в итоге нам придется каким-то волшебным образом доставать все данные с этого диска, если они нам нужны, если они там были. И в итоге получается, что желательно перед тем, как устанавливать новую операционную систему, освободить диск, на который вы будете ставить, и таким образом подготовиться к установке. В противном случае вы можете просто потерять данные, либо вам будет их очень сложно восстанавливать. А в современных ноутбуках особенно очень сложно вынуть этот диск, чтобы еще потом куда-то подключить и так далее, и снять с него данные. То есть это не так просто. Конечно, если вы достаточно опытный пользователь и умеете загружаться с флешки и с какым-нибудь Linux работать, то, я думаю, сможете разобраться. Вам, наверное, моих советов не нужно. Я говорю, как проще это сделать. Моя цель. Рассказать вам, как попроще это сделать. И следует учесть, что Windows 11 приводит к проблемам на каких-то новых компьютерах, типа на AMD, Ryzen, что-то там последних, 1020-2021, там тоже возникают какие-то проблемы. Возможно, конечно, потом это все профиксит, и проблем этих не будет. Но сейчас они все-таки еще есть. Можете написать в комментариях, если у вас возникали проблемы при установке Windows 11. А у многих они возникали. Так что в идеале нужно иметь заглушенную флешку Windows 10 и Windows 11. После чего ставить Windows 11. Если вдруг возникли проблемы, ставим все Windows 10. Все просто. И по поводу лицензии. Вот в чем еще дело. Почему многие думают ставить, не ставить. Потому что в случае с установкой с флешки, чистую как бы операционную систему, можно как бы потерять лицензию, либо ее нужно будет как-то восстанавливать. По этой причине лучше сначала установить операционную систему поверх Windows 10, чтобы как бы лицензия закрепилась за новой операционной системой, и спокойно потом может переустановить с чистого как бы листа, через ISO образ. В общем, в любом случае лучше компьютер почистить, а потом уставить систему. Потому что так вы сэкономите время, и возможно меньше будет ошибок при установке. Так что на этом я заканчиваю свое видео. Можете написать в комментариях, какие у вас возникли проблемы с Windows 11, и с Windows 10 при переходе на Windows 11. Так что все прочитаю. Учту. Может еще подобное видео засниму. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok